Для определения требований к третьей нормальной форме нам понадобится определение трензитивной зависимости. Трензитивная зависимость встречалась нам в предыдущем отношении. То есть, если у нас какой-то из атрибутов зависит от другого атрибута через некоторый третий атрибут, то это говорит о трензитивной зависимости. Требования к третьей нормальной форме выглядят следующим образом. Прежде всего, отношения должны находиться во второй нормальной форме, то есть все атрибуты должны полностью функционально зависеть от первичного ключа. И также не должно быть атрибутов, которые зависят от первичного ключа трензитивно. Иными словами, любой неключевой атрибут должен непосредственно зависеть от первичного ключа или от какого-либо из потенциальных ключей. Соответственно, в нашем примере, может ли делегировать задачу исполнитель к какому-то другому исполнителю, этот атрибут, он зависел от роли. Соответственно, его логичнее вынести в сущность, которая так и называется. И в эту сущность мы также добавим, собственно, первичный ключ, к которому будем обращаться в нашем исходном отношении. После декомпозиции наша база выглядит следующим образом. У нас, прежде всего, осталось наше отношение задачи исполнителя, и в нем вместо двух атрибутов названия роли и флажка, может ли делегировать задачу конкретный исполнитель, исходя из своей роли, остался только идентификатор роли, который ссылается на сущность, роль, на идентификатор, находящийся в данной сущности, ее первичный ключ. При этом в получившемся отношении оба атрибута напрямую зависят от идентификатора, который здесь есть, от единственного первичного ключа, ID роли. В исходном отношении все оставшиеся атрибуты напрямую зависят от всех первичных ключей, всех потенциальных ключей, то есть от пары ID задачи и ID исполнителя и от одного ключа ID. Субтитры создавал DimaTorzok